Праздники закончились. В Лобинске состоялись проводы Деда Мороза и финальный концерт. Восковая часть 3219 отметила юбилей. В честь 95-летия части прошли праздничные мероприятия. И сотни человек прошли крестным ходом до Крещенской купели. Глава района окунулся в ледяную воду вместе со всеми желающими. Восковая часть 3219 исполнилось 95 лет. В честь юбилея на ее территории состоялся торжественный парад. Поздравить военнослужащих с праздником пришли представители власти и лобинские школьники. Традиционно с этого события в Лобинском районе открывается месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Подробности у Юлии Сухомлиновой. Под звуки военного оркестра торжественно внесли флаг Российской Федерации и боевое знамя части. Полк, сформированный в январе 1924 года, воевал в горячих точках и внес большой вклад в боевую летопись войск ОГПО НКВД СССР и в служебно-боевую летопись внутренних войск МВД. Много военнослужащих навечно зачислено в списке части. Нескольким прессовое название Героя России. Офицеров и гостей мероприятия поздравили глава района Игорь Чигаев и глава города Александр Курганов. Они отметили не только славную историю войсковой части, но и ее ведущую роль в формировании будущего Лобинска. Также руководители выразили наилучшие пожелания и торжественно преподнесли подарки. Я лишь хочу поблагодарить всего нашего стоттысячного населения вас за вашу службу, за порядок, который вы обеспечиваете на территории нашей страны, Кубани и в нашем муниципальном образовании. Наша молодежь равняется на офицеров, на солдатов, на ваш образ жизни, на поведение, на уважение к старшим. И отдельно хотел бы всех вас поблагодарить за воспитание нашей молодежи, за то, что вы вкладываете свои традиции, силы, нравственность и порядочность. Я уверен, с вашей помощью, общими усилиями у нас будет достойное поколение, которое также пополнит ряды Национальной гвардии, Министерства обороны и всех силовых наших ведомств. После митинга, который прошел на территории части, командование и гости почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Праздничные мероприятия в честь юбилея легендарной части продолжились в городском Доме культуры. Во вторник в нашем эфире смотрите специальный репортаж. Ну а сейчас к другим событиям субботы. 19 января православные отметили крещение Господнем. Сотни верующих приняли участие в праздничной службе. Затем все желающие отправились на берег Лобы окунуться в освященную воду. 19 января отмечается один из главных православных праздников. В этот день христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. С этого момента и началось его служение человечеству. Сотни верующих в день крещения собрались у соборного храма Успения Пресвятой Богородицы. Здесь состоялось торжественное богослужение, после которого прошел обряд освящения воды. Многие несли крещенскую воду домой. Ее принято пить и окроплять жилище. По словам верующих, такая вода может храниться годами, оставаясь при этом свежей. Далее сотни верующих отправились к Лобе. В крестном ходе принял участие и глава района Игорь Чигаев. Когда вся колонна собралась возле организованной купели, отец Александр провел обряд освящения воды. Крещенские мероприятия прошли слаженно и организованно. Во многом благодаря усилиям местных властей. Во-первых, хочу поблагодарить сотрудников всей администрации, потому что один в поле, как говорится, не воин. Я бы не осел организацию такого праздника. Конечно же, большое спасибо и нашим соседям, Кашихайбольскому району. Они оказали нам содействие, провели их праздник на этой территории. Спасибо сотрудникам спасателям, сотрудникам МВД, потому что все они активно участвовали в этих крещенских праздниках в ночь. Ну а людям, что я хочу пожелать, в этот святой православный праздник, конечно же, крепкого здоровья, бодрости духа и энергии, которые обязательно принесет им прямо в Вене крещенская вода. Накануне на берегу реки были созданы все условия, чтобы участвовать в крещенских купаниях было удобно и безопасно. Подготовили спуск к воде, трапы для схождения, оборудовали палатки для обогрева и переодевания, организовали горячий чай со сладостями. Впервые была установлена сцена и организовано тематическое музыкальное сопровождение. В числе первых в крещенскую купель окунулся Игорь Чигаев. Большое количество людей сегодня было и удалось самому окунуться. И это, конечно, непередаваемые ощущения вместе с людьми после молебна. И призываю всех жителей быть крепкими, сильными и чтить, уважать наши праздники и по возможности вместе с нами принимать в них участие. Мира, добра, порядка всему нашему муниципалитету. Православные люди верят, что крещенская вода обладает целебными свойствами. Некоторые пришли сегодня впервые, а кто-то окунается в ледяную купель каждый год. Наша съемочная группа стала свидетелями того, что обряд омовения совершают люди всех возрастов. Желающих искупаться не пугали ни морозный воздух, ни ледяная вода. Многие отмечали замечательную организацию праздника. Как ваши ощущения? Очень замечательно. Понравилось хорошо. Все так сделали. Прекрасно. Да, все так. Первый раз такое видим. А вы вообще первый раз купаетесь? Нет, каждый год. Все прекрасно организовано. И морально, и душевно. Все прекрасно. Приехала с Центральной России, с города Саратова. И смотря на ваш праздник, как вы организовали, я горда за свою Россию, горда за свою Русь. Настолько слаженно, все слова подобраны, ничего не навязчиво. Все время сопровождает. Вот мы здесь находимся часа полтора уже час, и ничего не повторилось за это время. Значит, это говорит о чем? Город готовился к этому празднику. Всего в этот день в Крещенскую купель окунулись более 300 жителей и гостей города. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба». Горожане в этом году остались довольны новогодними и рождественскими праздниками. Новый формат, новое оформление площади, ежедневные концертные программы и работа ярмарки – это то, что останется в памяти. В пятницу состоялся праздник в честь закрытия городской елки, который собрал сотни человек. Наверное, никто уже не ожидал увидеть Деда Мороза и Снегурочку, но они вышли, чтобы поблагодарить лабинцев за радушный прием. Главные герои новогодних праздников прощаются до следующих встреч. А шоу продолжается. Работники культуры заслужили славоблагодарности не только от горожан. Глава Лабинска высоко оценил их творчество. Мы попытались сделать эти праздники в новом формате. Мы поставили прекрасную новую елку в новом месте, по-новому ее украсили, обустроили рождественскую новогоднюю ярмарку. Силами сотрудников культуры ежедневно на этой сцене проводилось много культурных и массовых мероприятий, дискотеки, концерты. Конечно бы захотелось за это их очень сильно поблагодарить, что несмотря на все погодные условия, они каждый день здесь выступали и дарили вам и радость, и настроение. Далее Александр Курганов поблагодарил жителей Лабинска и руководителей предприятий потребительской сферы за участие в конкурсах на лучшее новогоднее оформление. Лабинск действительно раскрасился яркими огнями, даря радость праздника. Победителей в этих конкурсах глава торжественно наградил. Новый праздник в новом формате стал ярким событием 2019 года. Замечательно прошли праздничные дни. Я думаю, что и жители города в этом году многие довольны тем, как мы праздновали новогодние праздники. Все было замечательно. Елочка очень красивая была, вообще как бы замечательная. Спасибо Чигаеву, Игорю Олеговичу. Вот, такие мероприятия сделал очень хорошие. Мы с семьей очень рады. Были на открытии елочки. Пришли на закрытии елочки. В этом году праздник, конечно, нас удивил. Приятно, причем удивил. Давно мы такого не видели. Спасибо нашему новому главе администрации. Вот, елка прекрасная. Так все хорошо. С Новым годом, с Рождеством! Пусть любовь приходит в дом. Счастья, радости, тепла. Пусть хранит вас весь судьба. Пусть бываются мечты. Дай на Боже доброты. В этот Новый год. В конце выпуска о спорте расскажу о плане проведения спортивно-массовых мероприятий Управления физической культуры и спорта с 21 января по 27 января 2019 года. С 21 по 25 января в 10 часов зональное первенство Краснодарского края по волейболу среди юношей 2003-2004 годов рождения. Оно проходит в спорткомплексе «Олимп». Начало в 10 часов утра. 22 января в 16 часов состоится военно-спортивный праздник «Сила, слава и доблесть». Он пройдет на стадионе на улице Мира. 24 января в 19.30 в центре олимпийской подготовки в Лобинске по улице Владимирской 171 состоятся товарищеские встречи по дзюдо, посвященные освобождению станицы Лобинской от немецко-фашистских захватчиков. И 25 января в 9 часов утра вармап и встречинг с чемпионом. Это можно будет увидеть на площади городского дома культуры. 26 января в 13 часов состоится первенство муниципального образования Лобинский район по боксу. Оно посвящено 30-летию со дня завершения боевой задачи ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. Первенство пройдет в спортзале спортивной школы «Единоборств» по улице Карла Марса 176. И 27 января в 9 утра состоится турнир по бадминтону среди юношей и девушек 2003-2006 годов рождения, 2007 года рождения моложе на Кубок головы Лобинского городского поселения. Турнир пройдет в спорткомплексе «Олимп». Этот выпуск новостей подошел к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok